Друзья, всем привет! Вот и подходит к концу лета. Окажется, только вчера я собирался сходить за березовым соком. Но надо радоваться каждому периоду. Например, в конце лета это собирать урожай. Наступил черед яблок. Как раз подходит дата к 19 августа, это будет яблочный спас. В связи с этим, и не только, появилось желание начать переработку яблок и других фруктов и овощей. Причем появилась идея сделать много яблочного сока и закрыть на зиму. Дома есть простая соковыжималка, но на ней удобно сделать сок из пару килограмм максимум. Дальше ей уже тяжко. Вообще, идея начать с закрывания сока, но с яблочным соком можно много чего сделать. Тот же сидр, или для тех, кто любит покрепче, кальвадос. Но эти техники мне только предстоит освоить. Пожалуй, начну с сока, а там посмотрим. Может на нем и остановлюсь, так как я не особо-то и любитель чего покрепче. Такая соковыжималка, как вы видите, по процессу распаковки и сборки не совсем похожа на бытовую. И ради пару яблок ее даже не стоит доставать. Работает она по принципу пресса. В комплекте для этих целей имеется 5-тонный домкрат. Производит ее компания Афи. У них вообще много чего интересного. Полистайте, кому интересно. В описании оставил ссылку. А постоянные зрители моего канала и так знают, о чем я говорю. Так, ну давайте ее испытаем. Сборка производится очень просто. Перед началом работ необходимо промыть все детали, которые будут касаться плодов и сока. Эти детали из пищевой нержавейки. Также нужно подготовить яблоки. Всего полежали один день в пакете и уже начали портиться. Что ж, надо торопиться спасать. Все подгнившие участки срезаю. По идее надо вырезать середину, особенно если собираетесь заготовить сок на хранение. Но я решил оставить, так как мы выпьем его сейчас. Организовал небольшой столик на улице. Из двух козликов и остатков кухонной столешницы. Для начала надеваю ловсановый мешок, который был в комплекте, на корзину или бункер для отжима. И ставим на нее дробилку. Дробилка не идет в комплекте, но ее можно и не докупать. Но работает она очень быстро. Это особенность таких соковыжималок. Поэтому нужно выбрать способ измельчить, скажем так, сырье. Чем лучше подготовить яблоки, тем больше получится сока. На комбайне, терке, мясорубке, неважно. Но тут заводское решение и работает очень быстро. По факту дробилку можно ставить прямо на соковыжималку, не снимая бункер. И поддон с нее. Но работать можно как вам удобно. Главный результат. А в результате мы получили вот такую кашицу из яблок, насыщенную соком. Которая называется мезгой. Теперь ставим корзину в поддон и завязываем мешок. Далее ставим давящий диск и фиксируем его. Теперь просто качаем домкрат и ставим емкость под шланг, по которому незамедлительно потек сок. Делать надо все не спеша и слегка подкачав домкрат. Ждем пока польется сок. После этого поджимаем и опять немного ждем. Так сок будет выжать максимально эффективно. Процесс простой, тихий и наглядный. Если яблок большое количество, то можно пропустить их через дробилку в большую емкость. И оттуда наполнять мешки и выжимать. Шумных процессов нет. На дробилке стоит бесшумный двигатель, поэтому работа будет проходить комфортно. После того, как выдавили максимально возможно, убираем посуду с соком, поднимаем давящий диск и достаем мешок с мезгой. На ощупь она довольно сухая и явно не даст больше сока. Что с ней делать, пока не знаю. Поиск в интернете навел как раз на изготовление из нее вина или еще чего. Может еще как-то применяют? Скажите, если знаете. Так, теперь идем дегустировать. Получился стандартный вкусный яблочный сок. Можно посластить по вкусу и разбавить водой. Вот такая соковыжималка, друзья. Раньше я даже и не думал, что такие бывают. Мне очень понравился принцип ее работы. Все предельно просто и понятно. А как вам такой аппарат? Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также, чтобы не потеряться, подписывайтесь на канал в Телеграм. Сейчас я буду вести его более активно. Также, возможно, там сообщу о переезде на новой площадке, если это потребуется. А на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!